Если ты хочешь набрать мышечную массу, то тебе необходимо потреблять 2-3 грамма белка на килограмм веса. Знакомая фраза, уверен, что ты слышал ее не раз из уст различных фитнес-тренеров здесь на YouTube. Я бешу 105 килограммов. То есть мне нужно в сутки 210 граммов белка. И дальше обычно следует объяснение о том, что набрать такое количество белка обычными продуктами очень и очень тяжело. Но, к счастью, есть спортивное питание. А у этого самого тренера как раз есть промокод на скидку на тот или иной спортивный продукт. Но действительно ли тебе нужно столько белка? В этом видео я предлагаю использовать научный подход и посчитать, немножко заглянув в биохимию человека, сколько белка требуется твоим мышцам. Но перед этим фитнес-тематика на YouTube просто завалена противоречивая, а порой и просто лживая информация. Поэтому большая просьба поставить этому видео лайк и написать комментарий в поддержку, чтобы показать алгоритмам YouTube, что это действительно стоящее видео с полезной научной информацией, а не какая-то лабуда от фитнес-гуру. Первое, с чего нужно начать подсчет количества белка, который тебе необходим. Это понимание того факта, что клетки в твоем организме постоянно обновляются. И что касается клеток мышц, то обновление белков в них происходит полностью за 180 суток. То есть примерно через полгода твои мышцы состоят уже из совершенно новых белков. Второй момент, который нам понадобится для подсчетов, это знание того, что в среднем обычный человек состоит на 50% из мышц. У спортсменов, у профессиональных атлетов этот показатель может достигать 60-70%, а в редких случаях, например, у профессиональных бодибилдеров, уходить и за 70%. Но для простоты подсчета мы возьмем показатель именно в 50%. Следующий момент, который нужно знать, заключается в том, что мышцы состоят не только из белка. Они состоят из белка всего на 20%, а оставшиеся 80% это вода. Поэтому для строительства 100 граммов мышц тебе потребуется всего лишь 20 граммов белка. И вот, используя эти три момента, мы можем посчитать. Во-первых, посчитать количество мышц в организме. Если, для примера, мы возьмем человека весом 100 килограмм и процент мышц в 50%, как мы договорились, то в его организме будет всего 50 килограмм мышц. Используя весь мышц, мы можем посчитать, какое количество мышц обновляется в течение одного дня. И для этого необходимо разделить общее количество мышц на период обновления, 180 суток. После чего мы, собственно, и сможем определить суточную потребность организма в белке. Для этого просто нужно умножить количество мышц, которые обновляются ежедневно, на процент белка в них, то есть на 20%. Таким образом, для обычного человека весом условно 100 килограмм потребуется всего 54 грамма белка в день, что намного-намного меньше тех 2-3 граммов, которые рекомендуют фитнес-тренеры в попытке продать тебе ненужное спортивное питание. Но здесь есть несколько моментов, о которых обязательно нужно упомянуть. Во-первых, речь идет о потребности организма в белке в нормальных условиях. Если же наш гипотетический человек начнет активно тренироваться, то его потребности в белке возрастут, потому что организм начнет строить новые мышцы. Для того, чтобы посчитать новую потребность, мы просто увеличим процент мышц в организме с 50, скажем, до 60% и получим новую цифру, которая все равно будет намного меньше тех 2-3 граммов белка на килограмм веса, о которых говорят фитнес-тренера. Следующий момент заключается в том, что наши расчеты приведены исключительно для мышц, в то время как белки используются в качестве строительных материалов, а это значит, что потребность нашего организма гораздо выше в нем. Ведь так? Дело в том, что наш организм использует только треть получаемого из пищи белка для строительства новых тканей, а две трети он использует из уже имеющихся в нем клеток путем их расформирования и использования содержащихся в них аминокислот для строительства новых белков. Таким образом, потребности организма в белке все-таки не так велики. И общие рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения в объемах 0,8-1,2 грамма белка на килограмм веса вполне соответствуют тем потребностям, которые у тебя есть. Я надеюсь, что этот ролик немножко прояснил для тебя ситуацию в плане того, сколько тебе необходимо на самом деле белка для того, чтобы строить мышцы. И теперь ты не будешь верить на слово тем фитнес-тренерам, которые больше заботят богатство их кармана, чем твое здоровье. Потому что избыток белка крайне негативно сказывается на твоей печени и может нанести организму непоправимый вред. Субтитры сделал DimaTorzok